МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторая тема выпуска. Рассчитай свою пенсию или пенсионный калькулятор. Теперь почти каждый может узнать, на что рассчитывать в старости. Больше трех нельзя. Возможно, скоро четвертый раз жениться смогут разрешить только через суд. И день молодежи. Праздник в Ноябрьске открылся автопробегом. Губернатор Дмитрий Кобылкин утвердил график личных приемов граждан. Он будет опубликован в окружных средствах массовой информации. Глава региона считает, что проведение личных приемов важная составляющая работы власти, так как это не только дает возможность узнать о том, что волнует людей, какие проблемы есть у того или иного жителя региона, но и дает возможность принять эффективные управленческие решения, способствующие улучшению качества жизни населения. Результатом одного обращения порой становится принятие окружных законов в интересах многих ямальцев. Так, например, обращение многодетного отца из Ноябрьска стало толчком к принятию региональной нормы по стопроцентному субсидированию приобретения жилья для семей, воспитывающих пять и более детей. А заместитель губернатора Ямала Татьяна Бучкова приняла участие в заседании Совета при полномочном представителе президента в Уральском федеральном округе, посвященном реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот. Бучкова отметила, что на Ямале ведется большая работа, так, например, предлагается стимулировать семьи, где приемные дети получают достойное воспитание. С 2014 года правительство Ямала предлагает еще ряд дополнительных мер для поддержки ямальских усыновителей, чтобы поддержать их на первоначальном, самом сложном этапе адаптации ребенка-сироты в семье, чтобы исключить жестокое обращение с ребенком или отказ от него. «Мы предложили, на мой взгляд, самый эффективный и отличающийся от других субъектов способ поддержки приемных семей. Регионы в основном идут путем увеличения выплат, а Ямал хочет предложить всестороннюю системную помощь семьям в организации жизни», сказала заместитель губернатора Янао Татьяна Бучкова. На этой неделе Минфин совместно с Пенсионным фондом России представили пенсионный калькулятор. Это услуга на сайте Пенсионного фонда, с помощью которой большинство из нас смогут рассчитать размер своей будущей пенсии, представить, на что придется жить в преклонном возрасте и, что немаловажно, понять, как и насколько можно увеличить пенсию. Как пользоваться новой услугой, узнавала Ирина Потехина. Впервые формула, по которой рассчитывается пенсия россиян, представлена на всеобщее обозрение, обсуждение и даже апробацию. Если раньше каждый из нас мог только догадываться, что и как отразится на размере будущих денежных выплат, то теперь 8 честных ответов на 8 вопросов программы, кнопка «Рассчитать» и базовый размер собственной пенсии отразится на мониторе. А если вдруг что-то останется за гранью понимания, пошаговая инструкция по расчету тут же на официальной страничке Пенсионного фонда. Для примера возьмем молодого мужчину 1981 года рождения, который два года отдал в службе в армии и в будущем планирует двоих детей. Он планирует отработать от начала своей трудовой деятельности до достижения пенсионного возраста, он планирует работать 35 лет. Дальше. Ну и, конечно же, он пойдет сразу, как только достигнет пенсионного возраста и всех остальных условий, чтобы прийти к нам на пенсию. Он размещает денежные средства под 2%. Дальше. И зарплата у нас у среднестатистического мужчины, ну, 40 тысяч рублей. Так, это начисленная сумма. Еще раз. Итак, вот, нажимаем «Рассчитать». Вот размер пенсии, который ожидает этого мужчину, чьи данные мы забили. 17 тысяч 102 рубля 39 копеек. Если сумма пенсии не устраивает, с расчетами можно поэкспериментировать. Это очень важно, считают специалисты, что будущий пенсионер уже сейчас сможет понять, как реально увеличить свою пенсию. И потом, в преклонном возрасте, не задаваться вопросами, кто виноват и что делать, когда денег не хватает. То есть на сегодняшний день пенсионный калькулятор показывает, как можно смоделировать свою трудовую деятельность, сколько лет ему нужно отработать для того, чтобы получить такой размер пенсии, сколько лет ему нужно, вернее, куда перевести свое пенсионное накопление, чтобы размер пенсии был немного больше. Изменив всего лишь проценты, под которые наш мифический молодой человек положил пенсионное накопление, вместо 2-6 к пенсии прибавилось почти 2 тысячи рублей. Но, конечно, основные параметры, которые наиболее существенно влияют на размер пенсии, это стаж и заработная плата. Причем зарплата только официальная. Денежные выплаты в конвертах не в счет. Каждый из нас ждет это светлое будущее, когда наконец-то он перестанет ходить на работу и будет получать себе пенсию. То есть для того, чтобы наша пенсия была достойной, я считаю, что каждый человек должен пойти, вернее, пройти на страницу официального сайта пенсионного фонда и попробовать рассчитать размер своей пенсии. Пока пенсионный калькулятор разработан не для всех категорий населения. К примеру, рассчитать по нему пенсию предпринимателей или военных не получится. Те, у кого тяжелые условия труда, а это в том числе и северяне, пока получат лишь примерный расчет без учета северного коэффициента. В окончательном варианте пенсионный калькулятор должен появиться к 2015 году и стать одной из составляющих стратегии долгосрочного развития пенсионной системы России. По сути, новой и далеко не первой пенсионной реформы, которая предложена стране за последние десятилетия. Ирина Потехина, Виталий Харченко, новости нашего города. Красота требует денег. Высадка цветов обошлась в Ноябрьску в 6 миллионов рублей. Об этом сообщает и Ньюспром.ру со ссылкой на дирекцию муниципального заказа. Так, с начала лета было высажено более 90 тысяч единиц рассады. Из них около 81 тысяч в Ноябрьске и 16 тысяч в Ингопуровском. В Ноябрьске было разбито 18 цветников. В нашем городе традиционно наиболее масштабные работы по облагораживанию территории были проведены на аллее. По улице Ленина, в детском парке, на площади памяти, в сквере чернобыльцев и около храма и мечети. Не остались в стороне пешеходные тротуары и городские дороги. Больше трех раз не женишься. В Госдуму планируется внести законопроект, согласно которому россияне будут ограничены в количестве официально зарегистрированных браков. Проект документа подготовил общественный деятель из Воронежа. По его словам, проект изменений в Семейный кодекс должен сформировать у людей более серьезные отношения к семье и браку. Так человек сможет зарегистрировать в ЗАГСе только три брака. Четвертый и последующий в документе предлагается регистрировать только в судебном порядке при наличии уважительных обстоятельств. В этом году рекордное количество ямальских выпускников набрало максимальный балл по результатам ЕГЭ. Наступила пора поступать в ВУЗы. Единый госэкзамен сдавало 860 тысяч человек, из них 754 тысячи выпускники текущего года. Более 4 тысяч детей не преодолели пороговые планки на ЕГЭ по русскому языку и математике. Но в то же время в нынешнем году рекордное количество ямальских выпускников набрало максимальный балл. Так 40 человек подтвердили свои знания школьной программы с наивысшим результатом. Кроме того, более 100 ямальских выпускников подтвердили право получать золотые медали за успехи в учении. Добавлю, для ямальских выпускников в этом году 11 вузов России выделили 87 целевых мест. И направление для обучения в вузе за счет государства как раз производится по результатам ЕГЭ. Сегодня молодежь Ноябрьска отмечает свой праздник. В этот день, несмотря на погоду, для жителей города провели немало различных мероприятий. Самым первым по программе стартовал автопробег. В нем участвовало 20 человек. По словам организаторов, автопробег получился красочным и интересным. Информационный спонсор празднования дня молодежи – издательский дом «Благовест». Сегодня у нас проходит автопробег, посвященный празднованию дня молодежи. Мы проедем практически по всем памятным местам города Ноябрьска. Это площадь памяти, памятник жертвам Чернобыльской катастрофы, площадь опаленной юности, памятник в аэропорту, который находится, памятник первопроходцам, стелла Ноябрьска, памятник авиаторам, памятник мать и дитя, безусловно. Для участия в автопробеге было заявлено много человек, но проходил отбор, выбирали самые красочные машины, оформленные, соответственно, чтобы у водителя были все документы, чтобы автомобиль был технически исправный. Ну и требование госавтоинспекции – не раздувать автоколонну в целях безопасности. Мы занимались на СТК, и зашел учитель и спросил, кто хочет на автопробеге участвовать. Ну и я с подругой взяли и решили пойти. Когда закончился автопробег, решила с сестрой пойти в детский парк. Как вообще настроение? Отличное. Даже погода радует. С одним из самых ярких праздников в российском календаре Днем молодежи жители Ноябрьска поздравил депутат Тюменской областной думы, начальник департамента регионального развития «Газпромнефти» Сергей Белкий. Молодость – прекрасное время в жизни каждого человека. Это пора надежд открытий и поиска жизненного пути построения смелых планов. Задача государства – помочь молодому гражданину обрести уверенность в своих силах, получить необходимые знания, оказать поддержку в процессе становления личности и при создании семьи. Именно вам, молодые граждане, совсем скоро предстоит взять на себя ответственность за дальнейшее социально-экономическое развитие города, региона, России. Уверен, что вы достигнете многого в жизни, сумеете реализовать самые смелые идеи, воплотив их в реальные проекты. От всей души желаю вам успехов в достижении поставленных целей, удачи во всех благих делах и начинаниях, крепкого здоровья и благополучия. Уверенности вам в собственных силах, счастья, вдохновения и удачи. Свои поздравления ноябрьской молодежи передает и генеральный директор Госпром нефти «Ноябрь» с «Нефтегаза» Павел Крюков. Восприимчивость ко всему новому, стремление к совершенству, умение мечтать и творить – выбор жизненного пути молодого человека полон грандиозных планов, открытий и достижений. Развивая свой профессиональный и творческий потенциал, молодежь определяет наше будущее. Уверен, что современному молодому поколению по плечу самые непростые задачи. Реализации которых требует наш любимый город, наш северный край и наша страна. Пусть ваша жизнь будет наполнена светом познания, радостью творчества и общения с замечательными людьми. Счастья, любви и успехов. Удачи вам! В День молодежи герой нашего сюжета вполне может претендовать на роль героя нашего времени. Молодой, амбициозный и вместе с тем открытый, с хорошим чувством юмора и прекрасным образованием. В общем, из той молодежи, про которую говорят, что за ней наши будущие и будущие нефтяной компании, в которой он работает. Знакомьтесь, Александр Сорокин. Александр Сорокин – молодой специалист «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза». За свой двухлетний трудовой стаж на предприятии он успел не только преодолеть первую карьерную дистанцию, из операторов по добыче нефти переведен в технологи, но и органично влиться в спортивную жизнь предприятия. Дважды Александр представлял «Ноябрьскнефтегаз» на корпоративных соревнованиях «Газпромнефти». Лучший результат в плавании пока четвертое место. Плавание – это физическое развитие. То есть, чтобы не черстветь, тем более работа сейчас у меня кабинетная, особо не подвигаешься, надо как-то себя разминаться, заниматься над собой. На Вангапуровском месторождении Александр проводит пять дней в неделю. Когда на выходные приезжает в «Ноябрьск», тренировка в бассейне обязательно. Летом иногда плавание можно заменить на велосипедную прогулку, говорит молодой человек. Но лучше, если успеваешь сделать и первое, и второе. Кстати, для 24-летнего парня, выпускника столичного вуза, шутника, наверное, сложно почти все время находиться вдали, хоть и от маленькой, но городской жизни. Однако Александр говорит, что еще студентом знал, на что идет. Его специальность – разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений – предполагала в будущем преодоление трудностей. Оно с моими мыслями совпало, да. Но результатов, которых я хочу, еще пока за горами. Плох тот нефтяник, который не хочет стать нефтяным генералом. Александр хоть и не раскрывает своих планов на будущее, но говорит, что карьера и опыт работы на месторождении для него очень важны. И легкого пути для достижения своей цели молодой специалист не ищет. Показательно, что в плавании у Александра любимый стиль – бутерфляй, самый сложный из всех. Ирина Потехина, Виталий Харченко, новости нашего города. Сегодня ноябрьск отмечает День молодежи, а завтра в городе пройдет еще один праздник – открытие мотосезона 2013 года. В 2 часа дня желающие соберутся у здания «Газпромнефть» и «Ноябрьскнефтегаза». Потом колонной проедут по улицам города, а основное действие развернется у озера Хантом. Там намечено выступление рок-группы «Сумерки», а горожане смогут прокатиться на мото- и квадроциклах. Добавлю, что этому празднику может помешать погода. Если в ноябрьске будет идти дождь, открытие мотосезона перенесут. И на сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. А я желаю вам приятных выходных и до свидания. Партнер программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. АЗС «Газпромнефть» 29 июня в Саликарде Олочное. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду. Температура плюс 8 градусов. Муравленко дождь. Ветер северный до 9 метров в секунду. Температура 5 градусов выше нуля. Наибольский небольшой дождь. Ветер северный до 9 метров в секунду. Температура плюс 6 градусов.